Привет. Первое задание. It often snows here in winter. It often, часто. Идет снег здесь зимой. Ответ. Yes, look. Да, посмотри it now. So, here we have now. Здесь у нас есть сейчас. То есть, посмотри, вот сейчас, прямо в этот момент идет снег. То есть, какое время нужно использовать? Нужно использовать present continuous, потому что действие пока исходит сейчас. Как образуется present continuous, нужно ставить ing к глаголу, и перед глаголом нужно добавить is, am или are, так как у нас it. Ставим it is snowing now. Смотрите. В первой реплике здесь мы говорим вообще. То есть, it often, часто, это present simple, часто идет снег здесь зимой. It snows. Мы говорим в общем. А во второй реплике мы уже говорим о текущей ситуации. Будьте осторожны. То есть, нужно вам всегда понимать, мы говорим в общем или говорим о текущей ситуации. Number two. Michael dressed. So, is getting, is getting, does getting. So, is getting dressed. Почему? Потому что у нас не сказано, что он одевается каждый день в 7 часов. Или он часто одевается в модную одежу или что-то такое, да? Нет. Он сказано здесь, он сейчас одевается. Нет здесь сейчас, да? Но какие у нас есть варианты? Michael is get dressed. Нонсенс. Можно просто сказать Michael gets dressed every day at 7 o'clock. То есть, present simple. Здесь у нас самая понятная форма, это present continuous. Она самая правильная. Does getting, is get, это все неправильно. То есть, если не смотреть на то, что у нас отсутствует now, это будет present continuous. У нас также отсутствует everyday, always, sometimes. То есть, у нас подсказки здесь отсутствуют. Поэтому в этой ситуации мы исходим из того, что, какие формы подходят. Эти формы, они вообще не подходят. Это не present simple и не present continuous. Present continuous is getting. Number three. What does she do? What does she do? Запомните, пожалуйста, когда у вас вопрос what do you do? Когда вам, у вас кто-то спрашивает what do you do? Это вопрос о роде занятий. То есть, что вы делаете. What do you do? I'm a teacher. What do you do? I'm a manager. What does she do? She is an accountant. Она бухгалтер. Потому что это ее род деятельность. И здесь подвох. В чем подвох? В том, что часто люди думают, что это вопрос о том, что я сейчас делаю. И отвечают, she is having a coffee. Она пьет кофе. Нет. Это вопрос в общем. Чем она занимается в жизни? Чем она занята по жизни? Какая у нее работа? Она бухгалтер. What does she do? Если я хочу спросить, что она делает в этот момент, вот сейчас, в текущий момент, я спрошу. What is she doing now? What is she doing now? Давайте я вам напишу, чтобы было понятно. What is she doing now? Что она делает сейчас? Знак вопроса, не забываем. What is she doing now? She is drinking coffee. Вот. Короче, это вопрос, это ответ. Дальше. Be quiet, please. Тихо, пожалуйста. I to the teacher. То есть тихо, пожалуйста. То есть когда мы говорим тихо, пожалуйста, мы говорим о текущей ситуации. То есть человек просит кого-то успокоиться. Тихо. I to the teacher. Здесь глагол listen. То есть listen везде. Listen, listen. То есть я слушаю учителя. Тихо, я слушаю учителя. То есть я активно слушаю учителя прямо сейчас. Это будет present continuous. Present continuous образуется с помощью am is are и ing. То есть I listening. Это неправильно нужно сказать. I. Не am listening. А I am listening. I am listening. Number five. Nikki can... Three languages. У нас глагол speak. Видите, везде speak. То есть Nikki может разговаривать на трех языках. Nikki can. Подсказка какая у вас здесь? У вас здесь есть глагол can. После глагола can нужно использовать любой глагол без to. Например, I can fly. I can cook. I can drive. Вы не можете сказать I can to fly. I can to cook. I can to drive. Нужно сказать I can fly. I can cook. I can drive. То есть to мы не используем. Также мы используем чистый глагол без любых окончаний. После can мы не добавляем ing. I can fly. Это нет. Бред. Nikki can speak three languages. So you have to use speak with can without any endings. Without to. Okay. Number six. So let's choose the correct option here. Option A. Speak. Number six. It's no parking. It's no parking. You can to can can't park there. Здесь у вас подсказка. Так как no parking, запрещена парковка, это означает, что вы can можете или не можете парковаться здесь. Конечно же не можете. You can't park there. There. Там. Да. You can't park there. Почему? Потому что запрещена парковка там. Can to can. Здесь нет отрицательной формы. Правильно? То есть отрицательная форма в варианте C. Если вариант B, то you can't park here. Это вам позволяет припарковаться здесь. Понимаете? А здесь у вас no parking. Подсказка. Отрицательная форма должна быть. Седьмое. Это вопрос. Смотрите внимательно. Нужно уметь задавать разные виды вопросов. Вопросы is, am, are, was, were, do, does. И смотрите. У нас есть глагол studying. Your daughter. Ваша дочь. Starting at the moment. И подсказка. Подсказка. То есть в текущий момент. Сейчас. То есть на данный момент ваша дочь что? Учится. Если у нас present continuous, конечно же, your daughter. Это she. Это она. А с she мы используем is. То есть с he, she, it мы используем is. Поэтому is у нас правильный ответ. Is your daughter studying at the moment? Дальше восьмое смотрим. What you are doing, you doing, are you doing? Это вопрос. Поэтому, когда у нас вопрос с глаголом быть, мы, конечно же, ну, не важно быть или не быть, но когда у нас есть вопросительное слово, вот why, when, мы всегда ставим после этого вопросительное слово, вспомогательный глагол. What do you do? Что ты делаешь по жизни? Так, какая у тебя профессия? Where do you live? When do you get up? What are you doing? То есть что ты делаешь сейчас? What are you doing? Вот это правильный ответ. What are you doing? Вспомогательный глагол это будет быть. What are you doing? То есть сначала вспомогательный глагол у вас, потом субъект и глагол. Number nine. You can help me with this exercise, please. Это вопрос. Поэтому не you can help me, а can you. Вы можете помочь? Ты можешь мне помочь с этим упражнением, пожалуйста? Can you help me with this exercise, please? Can you help me with this exercise, please? Number ten. Лиса usually goes, girl is going to bed late. Подсказка. Какая подсказка? Подсказка в том, что когда у вас есть частотные, как они называются, наречия. Usually, обычно, always, всегда, sometimes, иногда, это индикаторы того, что у вас present simple. То есть у вас действие происходит не сейчас, не в эту секунду, а вообще происходит. Обычно, постоянно, часто, иногда, никогда и так далее. Да, лиса, usually, лиса, это она, добавляем s, так как go оканчивается на o, мы здесь добавляем не просто s, a, e, s. То есть нужно запомнить, когда у вас слово оканчивается на s, 2s, sh, ch, o, x добавляем не просто s, a, e, s. So, lisa usually goes to bed late. Late, это поздно. Лиза обычно ложится спать поздно. Number eleven. What's the noise? What's that noise? Что-то за шум. То есть, понимаете, ситуация, у вас две реплики, то есть двое людей разговаривает и один говорит, а что-то за шум. What's that noise? То есть где-то шум. И второй говорит, the neighbors are dancing, are dancing. are dancing, are dancing не подходит, потому что вся ситуация описывает действия, которые происходят прямо сейчас. Нужно использовать present continuous. Поэтому the neighbors are dancing, нужно сказать. И у нас два варианта. Один неправильный. Какой? Неправильный вариант be. Почему? Потому что вот эта буковка i, она постоянно убирается, когда мы добавляем ing. Когда плюсуем ing, мы и убиваем. Пах-пах. Все, нет и. Поэтому прям правильный вариант будет are dancing. The neighbors are dancing. Number twelve. What does he doing? Be a do. He's a vet. Vet — это ветеринар. Сокращенное слово. Vet — ветеринар. То есть какая у него работа, чем он занимается по жизни. То есть какая работа. What does he do? Вот второй пример уже у нас, да, у нас было где-то. What does she do? Это чем она занимается по жизни. Кто она? Какая у нее профессия, работа? Здесь мы говорим о he. Какая у него работа. What does he do? He's a vet. То есть запомните. Вот такие вопросы. What do you do? Если у вас кто-то спрашивает. What do you do? What does she do? Это человек хочет узнать, кем вы работаете. Не что вы делаете в эту секунду, в этот момент, а вообще кем вы работаете. Number thirteen. Вопрос. Всегда смотрите. Если у вас вопрос, настраивайтесь на то, что нужно поменять порядок слов не I can, а can I. Do I can? Нет такого, потому что у вас модальный глагол can. Если у вас модальный глагол can, то он сам может образовать вопросы. Это модальный глагол. Модальные глаголы могут сами образовывать вопросы. То есть вы просто can в начале предложения ставите, и у вас вопрос получается. Смотрите. Can I, могу ли я, can I, что сделать? Пойти, go, куда, направление движения. Can I go to Lori's party? Party вечеринка. Могу ли я пойти на вечеринку Лори? Number fourteen. Don't make a noise. Don't make a noise. Это не шуми. The babies, что делает? Не шуми. То есть человек просит не шуметь. Действие происходит постоянно или сейчас? Мы говорим о текущем моменте. Конечно, мы говорим о текущем моменте. Человек говорит, don't make a noise, пожалуйста, не шуми. Почему не шуми? The babies, вот это апостров с, в этом, в этой ситуации это из так сократилось. Не всегда из сокращается. Иногда апостров с это просто possessive case. То есть, когда вы говорите томсбук, например, книжка Тома, томсбук, то есть апостров с отвечает на вопрос чей, чей, томсбук. Или апостров с может быть сокращенно has. Has так сократилось. Здесь это из. The babies, the babies, так как у нас из здесь, нам уже здесь из не нужно, поэтому этот вариант неправильный. The baby, the babies sleeping. Нам нужен глагол с окончанием ing, потому что это present continuous. Действие происходит прямо сейчас. Number fifteen, we isn't, aren't, not, drinking coffee, it's tea. То есть, мы не пьем кофе. Drink это пить. Inc показывает то, что действие происходит прямо сейчас, потому что в этом упражнении у нас или present simple, или present continuous. Здесь это present continuous, поэтому нужно поставить be в нужной форме. We, drinking coffee, it's tea. Да, здесь мы не пьем кофе, это чай. Мы не пьем, мы, we aren't, we aren't drinking coffee, it's tea. Number sixteen, what's Raya and here a question, here we have a question. She is practicing the piano. Ответ, смотрите всегда, если у вас две реплики, пожалуйста, анализируйте первую реплику и вторую реплику. Где-то у вас будет подсказка. She is practicing the piano. То есть, у вас здесь подсказка в том, что действие происходит прямо сейчас. She is practicing the piano. Она тренируется играть на пианино, да? Она упражняется в игре на пианино. So, what's Raya, что? Doing, правильно. То есть, что она делает прямо сейчас. What's Raya doing? She is practicing the piano. Number seventeen. What time, это в котором часу. Если вы не знаете, вам сложно понять, что такое what time, в котором часу. После what мы можем, не обязательно, всегда должен быть вспомогательный глагол. То есть, what do you do? Можно просто, what time, в котором часу и дальше вспомогательный глагол. What time do you get up? What music do you like? What books do you read? То есть, what и что именно, what. What books do you read? What time do you usually get up? Вот так будет, потому что usually нужно использовать перед get. Do нужно ставить, здесь есть. Getting, это неправильно, потому что это не present continuous. What time usually you get up? У нас нет вспомогательного глагола do, который всегда используется, когда у нас present simple. You, да. Иногда мы используем does, когда he, she, it. Number eighteen. My cousins. Мои кузены. Двоеродные братья или сестры двоюродные, да. My cousins on Saturday night. Что делают часто мои cousins? On Saturday night. Night – это вечер. Часто переводится именно как вечер, не ночь. То есть, семь часов. У них это считается night. My cousins often go out, are often going out. Здесь у нас подсказка – это везде есть often. То есть, действие происходит не прямо сейчас, не в эту секунду, а вообще часто. Значит, это present simple. So, my cousins, are, нельзя использовать, потому что это не present continuous, поэтому often go out. Почему нельзя сказать my cousins go often out, потому что есть правило, что когда у вас глагол do, делать, go – это глагол делать, это не am, is, are. Вы тогда ставите often, sometimes, usually, always перед смысловым глаголом. My cousins often go out, my cousins often go out on Saturday night. Дальше поехали. Девятнадцатое. Where is Beatrice? Как Beatrice. Where is Beatrice? She is in the bathroom. She is in the bathroom. То есть, действие происходит сейчас, я так понимаю, спрашивают, где Beatrice? Она в ванной. И что она там делает? She, a shower, душ. She has a shower. She is having a shower. Having a shower. Конечно, здесь не подходит, нужно и ставить. Почему? Потому что вся ситуация, она нам показывает, что действие происходит прямо сейчас. So, she is in the bathroom. She is having a shower. Ну, is у нас сокращенный, поэтому у нас вариант будет be. Так, друзья, если вы это смотрите, да, досмотрели до этого момента, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, поможете каналу, и больше будет у меня мотивации делать такие подобные видео. Все, спасибо. Дальше продолжаем. Двадцатое. Where are Elliot and Billy? То есть, мы используем a, потому что мы говорим о they, то есть, это они, это множественное число. Where are Elliot and Billy? They are in the sea. У нас a подсказка и глагол swim. Два вот. Здесь фишка в том, что вам нужно определиться be или see. В чем разница? Разница в том, что здесь две буквки N. То есть, здесь мы удваиваем N, когда добавляем окончание ing. Смотрите, очень важно понимать, что иногда в английском языке наблюдается такая штука, что вы добавляете окончание, и конечное согласное, если одна, 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 то есть, перед конечной согласное идет гласное, это согласное удваивается тогда. Но это происходит не всегда, нужно, чтобы это гласное было под ударением. То есть, вам можно запомнить, что в маленьких словах, когда у вас одна гласная, извините, одна согласная, при добавлении ing, она удваивается. Sit, sitting. Swim, swimming. В коротких словах, конечная согласная, одна, конечная согласная, удваивается при добавлении ing. Буква I вообще улетает, когда добавляете ing. И правило Y. Y ing, с Y дружит как, я не знаю, как Путин с Кадыровым. Y ing, не разлей вода, то есть, Y никогда не будет меняться, когда вы добавляете ing. Vocabulary. Здесь очень интересно, фразы, в принципе, простые, поэтому я не думаю, что будут какие-то сложности, но посмотрим, смотрите. To do a difficult exercise. Сделать сложные упражнения. То есть, что нам говорят? Try, попытайся, do, делай и find, найди. Do, to do, нет. Здесь try to do, то есть, попытайся, сделай попытку. Try to do a difficult exercise. То есть, ну ты, да, молодец, красавец, ты делаешь простые упражнения, а вот попытайся сложные упражнения сделать. Try to do a difficult exercise. То есть, это повелительное наклонение, да, вам кто-то просит, да. Try to do a difficult exercise. Дальше, babies, babies, дети, маленькие, да. Малыши, что? Что делают малыши? Что делают babies? Bark, это лают. Окей. Cry, да, плачут. Argue, argue, это ссорятся. Ну, они маленькие, чтобы ссориться, да, то есть, они cry. Babies cry. Дети плачут, малыши плачут. Здесь сложное. Третье, что мы делаем с фотками? Photos. Do photos. Make photos. Take photos. Казалось бы, make photos подходит, потому что можно создавать фотографии, но они говорят take photos, то есть, делать снимки. Take. Как бы брать фотографии, это фотографировать. Take photos. Take photos. Number four. A film. Можно сказать watch a film, посмотреть фильм. Можно также сказать see a film. Нельзя читать фильм и нельзя петь фильм. Это понятно, я думаю. Number five. Talk your keys. Look for your keys. Meet your keys. Ну, конечно, meet означает встретиться или познакомиться. Познакомиться с ключами как-то, ну, тут не ахти, пример. А talk тоже разговаривать. Talk your keys. Talk. Тогда уже talk to your keys. Поговори с кем-либо. Talk to your keys. Но здесь to нет, поэтому у нас будет look for your keys. Look for. Запомните, если вы не знаете, это обязательное слово, чтобы все знали. Look for your keys. Это искать ключи. Look for your keys. Дальше. Leave your sister-in-law's name. Find your sister-in-law's name. And forget your sister-in-law's name. Sister-in-law – это сестра мужа или жены. Что делать с именем сестры мужа или жены? Можно leave – оставить, найти или забыть. Конечно, можно забыть. Вот как зовут сестру жены. А кто ее знает, как ее зовут? Я забыл. Number seven. Make a text message. Сделать текстовое сообщение. Send – отправить и do. Ну, конечно же, send – отправить. Здесь не о чем разговаривать. Танго. Что делать танго? Танцуй танго. Dance the tango. Не sing, не play. Do the internet. Делать интернет. Use the internet. Или ожидать. Ожидать в интернете. To wait in the internet. Or wait for the internet. But not wait for the internet. Use the internet. Use the internet. Десятые. Your dad. Ваш отец. Talk. Когда вы говорите talk, нужно сказать talk to somebody. Например, поговори со мной. Talk to me. Talk to me. Talk to him. Поговори с ним. Поговори с ней. Talk to her. Поговори с ней. Здесь нет. Нет. Talk to your dad. Go your dad. Нет. Call your dad. Call your dad means позвони. Call your dad. So you have a phone. So call your dad. Talk to your dad. Call your dad. Okay. Number eleven. A friend. A secret. A friend. Другу. Секрет. Tell. Здесь будет tell, конечно же. Потому что talk to, но tell somebody something. То есть запомните, пожалуйста. Это вам нужно знать. Tell. Рассказать. Somebody. Это кому-то. Вот так пишется кому-то. Tell somebody a secret. A secret. What am I writing? Tell somebody a secret. Рассказать кому-то секрет. Tell somebody a secret. Tell a friend a secret. Здесь рассказать другу секрет. Number twelve. Dogs argue. Да. Ну, собаки, конечно, у них споры идут. Да, они спорятся. Are you? Это спорится. Dogs talk. Да, собаки говорят. И dogs bark. Собаки лают. Конечно же, bark. Лают. Это самый оптимальный вариант. Дальше. Parking space. Parking space. Это место, где можно поставить автомобиль. A parking space. Парковочное место. Find. Найти. Hear. Услышать. И remember. Ну, конечно, find. Проблема это найти парковочное место. Не знаю, как у вас, но в Пиеве. Порой бывает очень трудно. Number fourteen. Watch a picture. Draw a picture. Play. Watch a film. You can say, watch a film. But a picture, you can draw a picture. Draw. Нарисовать картинку. Да, нарисовать. Не сыграть картинку. Не watch. Смотреть. Watch означает что-то, какой-то action смотреть. Например, watch a fight. Watch a film. Вот. А рейс. Ну, рейс. Это участвовать в соревнованиях, побегу или скачках. Не go, а что? Как вы думаете? Play a race или run a race? Будет run a race. Как бы бегать в собеге. Run a race. Шестнадцатое. Is it windy, 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 windbly? What's that? Is it windy today? То есть windy. Сегодня как? Холодно. Ветрено. Is it windy today? Number seventeen. The sun isn't shining today. The sun isn't shining today. Now it's very... Что? Солнце не светит сегодня. Почему? Now it's very... Snow, warm? Нет, cloudy. Очень. То есть пасмурно. Пасмурно. Очень пасмурно. Number eighteen. The season before summer. То есть что идет перед summer? Перед summer, spring. Правильно? Это простой вопрос. The season, сезон, перед. Если вы не знаете before и after, повторите before. Это перед, after это после. Number nineteen. We can't see very well. Мы не очень хорошо видим. Почему мы не очень хорошо видим? Because. Потому что it's foggy. Fog cool. Ну здесь похожие слова. Наверное, здесь будет собака залита. Конечно, foggy. Потому что foggy – это туман. А туманный будет foggy. Wind – это ветер. А ветреный будет windy. Cloud – это туча. А пасмурный будет cloudy. То есть видели, как просто образовываются разные слова. Wind – это существительный ветер. Извините. Wind. Oh my god, what am I doing? I can't write wind. So wind – ветер. Windy – ветреный. Cloud – туча. Cloudy – пасмурный. What's the weather like in July? Какая погода? Like. То есть какая погода in July? June, July, August. Три летние месяцы. Июль. Какая погода в июле? It's usually hot. Обычно жакая. And? Suns? Sunny. No. Sunny. Hot and sunny. Not windy, not cloudy, but sunny. Sunny. Hot and sunny. Окей. Друзья, я не буду разбирать pronunciation. Почему? Потому что вы можете сами поработать то, что вы не знаете. Пожалуйста, открывайте словарь, смотрите транскрипцию и выбирайте правильный ответ. Здесь, ну, не все сложно. То есть не очень так сложно. И чтобы не затягивать видео, сделайте сами. И вообще очень рекомендую упражняться делать тесты. Если вы знаете, что у вас уровень elementary, например, то есть поскачивайте всевозможные тесты на уровень elementary и порешайте, и вы будете видеть, какие у вас слабые стороны. И те слабые стороны вы потом можете на эти темы поделать какие-то упражнения. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Продолжение следует...